С первого дня полномасштабного вторжения российских войск в Украину репрессивная машина Кремля заработала с удвоенной силой. По статье о дискредитации российской армии с тех пор было открыто более 7 тысяч административных дел. Поводом могли стать публичные высказывания, посты в соцсетях и даже невинные детские антивоенные рисунки. Шесть фигурантов подобных дел были лишены свободы. И тут на фоне всего этого появляется себе такой пригожин, который замахнулся фактически на то, чтобы захватить власть, но вошел в конфликт непосредственно с Путиным. И в конечном итоге, кто бы что ни говорил, но он оказался в большем выигрыше, нежели сам Путин. То есть Путин реально оказался в очень сложной ситуации, когда он простил всех вагнеровцев. Да, мы не знаем до конца, как там к ним относятся в низовом уровне, возможно, какие-то есть и репрессии и так далее. Они просто не попадают в поле зрения средств массовой информации, но в целом за госизмену никого не взяли, никого не посадили. Попытка мятежа Евгения Пригожина показала, что наказывают за несогласие с властью в России избирательно. Если для одних неудобные Кремлю слова в соцсетях обращиваются тюремным заключением, другие, даже взяв в руки оружие для организованного мятежа, не получают никакого наказания. Власти группа бандитов, и один из бандитов устроил разборки внутри банды. И так как у этого бандита есть существенная часть вооруженных людей за ним, которых, очевидно, нужно было оставить в составе, я не знаю, всей этой группировки. Нужно было как-то утихомирить без особых потерь и публичных разборок, то, соответственно, ему пообещали одно, чтобы он там замен на какие-то его гарантии безопасности, чтобы он успокоился. Ну вот, внутри банды изговорились. Закон у нас не применяется по отношению к тем, кто его нарушает или не нарушает. Закон применяется избирательно по отношению к тем, кто властям путинским не нравится. Вот и все. Уголовное дело об организации мятежа против Евгения Пригожина закрыли. По данным издания «Фонтанка.ру», вернули 10 миллиардов рублей. Позволили находиться в Москве и Санкт-Петербурге через полторы недели после мятежа. И беспрепятственно выехать в Беларусь. Все это, уверены эксперты, говорит о том, что у повара Путина была поддержка в силовом блоке Федерации. А сам Путин, узнав о попытке мятежа, испугался. Они могут в вооруженную группировку захватывать областной центр Ростов-на-Дону, где расположены главные штабы, отвечающие за агрессию против Украины, военные действия в Украине, потом беспрепятственное движение практически, только с использованием авиации, и то безуспешное, и то подошло на далеком расстоянии. Может он не встретит никакого сопротивления, если не имеет он поддержку, в том числе и в силовом блоке. Поэтому сейчас Путин руководит страх. Страх не самого Пригожина как такового. Здесь идет речь о более глубокой дискуссии по сдерживанию, скажем, Путина внутри российского эстеблишмента, в широком. А вот остальным общественным деятелям, журналистам и правозащитникам в России не стоит ждать смягчения политики Путина в отношении репрессий. Поле зачищено полностью, все медиа не просто выдавлены, а пересажены в тюрьмы. Журналисты пересажены, кто-то перетравлен, кто-то убит. Люди прекрасно знают, что если скажешь что-то в поддержку Украины, даже в личной беседе, то тебя могут посадить. Если вдруг послушаешь какую-то украинскую песню, тебя могут посадить. Репрессии заставляют россиян, несогласных с политикой Путина, покидать родные дома. По некоторым оценкам, в среднем с начала полномасштабной войны Федерацию покинули около миллиона человек.